МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество обращений в Гомельский облсполком из районных центров по вопросам благоустройства и инфраструктуры в целом уменьшается. Такой результат в определенной степени принесла работа, которая проводится в регионе по наведению порядка в небольших населенных пунктах. При этом на уровне области концентрируются средства, которые в течение года используются на обновление двух-трех городов. В 2016-м свой облик существенно изменят Житковичи, Ветка и Рогачев. Из сообщения Белта. Санаторий Чонки свою историю отсчитывает с 13 мая 1922 года, когда постановлением Совета народных комиссаров на базе загородных дач купцов и лесопромышленников был создан Дом отдыха рабочих и крестьян. Территория санатория находится в Гомельском районе в чистой экологической зоне на живописном левом берегу реки Сож в смешанном лесу с вековыми дубами. В плане чистоты и благоустройства этот уголок сегодня можно смело назвать образцовым. Во всяком случае, за опытом сюда приезжают со всего района. В администрации ничего не скрывают. Что касается благоустройства территории санатория, мы уделяем большое внимание. Во-первых, у нас хорошая служба уборщиков. Мало того, мы закрепили территорию за всеми службами. Аппарат управления, медицина, все без исключения. И каждый вторник сверху наводим порядок на территории. Изменить этот график может только плохая погода. В этом случае просто назначат другой день. Кроме названных работников аппарата управления и медиков, порядок на территории поддерживают также водители, горничные и даже охранники. В конце концов, в какой-то мере от этого зависит их благосостояние. Отдыхать среди мусора никто не желает, а поэтому чистота в наши дни – понятие экономическое. Первое, что надо зарабатывать деньги. Первое. И второе – надо желание. Если будет желание, то и деньги заработаем, и будем наводить идеальный порядок на территории, что привлекает наших отдыхающих. Конечно, проезжая в санаторий, если здесь чисто, красиво, вобрано, порядок, то и с удовольствием люди проезжают. И по несколько раз проезжают. У нас есть такие отдыхающие, которые уже по 10 лет ездят сюда. Начинать весну с наведения порядка на земле на Гомельщине уже традиция. В конце концов, качественное благоустройство одновременно решает несколько задач. С одной стороны, улучшается экологическая ситуация, с другой, выполненные мероприятия придают территории завершенный вид и эстетическую привлекательность. Правда, такой творческий процесс, как благоустройство территории, не только приносит море ярких впечатлений и положительных эмоций. Реализация проектов требует большого терпения и немалых сил. Что, кстати, могут подтвердить специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые проводят постоянный мониторинг ситуации. На этих объектах, конечно, грубых нарушений не встретишь, к счастью, но текущие моменты есть всегда. Это банальная уборка территории, современный вывоз мусора, содержание оборудования, вообще контейнер, площадок, ну и, конечно, прилегающая территория, которая, в принципе, тоже зачастую может находиться в неудовлетворительном состоянии. Вовлечением хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества областной фонд Гомель обл. имущества занимается 8 лет. За это время новых владельцев нашли почти 2000 капитальных строений. В качестве инвестиций государство получило около 100 миллиардов рублей и более 2 миллионов долларов. Хотя есть еще одна статья о пополнении бюджета – штрафные санкции. По причине невыполнения обязательств только за прошлый и 4 месяца этого года на Гомельщине упразднено 85 договоров купли-продажи. Общая сумма штрафов – более 620 миллионов рублей. Правда, какую-то часть этих средств придется направить на приведение территории в надлежащий порядок. Польстившись на цену объекта размером в одну базовую величину, новые владельцы иной раз доводят ее до состояния близкой к критическому. Скорее всего, покупатели берут имущество порой впрок. Надеясь, что маленькая стоимость объекта недвижимости, в последующем законодательством будут, может быть, более льготные какие-то условия использования. К сожалению, нет, сегодня законодательство идет благоприятно относится к покупателю, предоставляет ему такую маленькую стоимость недвижимости, при этом предусматривает все-таки ответственность. Первое – это обязательные условия осуществления предпринимательской деятельности, и второе – это штрафные санкции, и достаточно высокие. Штрафы, впрочем, сегодня платят не только нерадивые предприниматели. Попасть на вот эту территорию может далеко не любой автотранспорт, особенно после дождя. У работников Лоевской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды машина повышенной проходимости, а поэтому еще одно нарушение природоохранного законодательства не остается вне поля их зрения. Все еще официально внутрихозяйственный карьер коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Страдубка» сегодня превращен в несанкционированную свалку. Почему сельчане и само предприятие не выбрасывают мусор на расположенный всего в нескольких десятках метров от карьера мини-полигон бытовых отходов – вопрос без ответа. Однако экологи констатируют, на земле предприятия можно увидеть весь набор мусора – от бутылок и старого холодильника, которые привезли сюда сельчане, до шифера и покрышек от сельскохозяйственной техники – это уже бывшая собственность самого КСУПа. Узнать у руководителя «Страдубки», почему не наведен порядок, оказалось невозможным. Накануне он подал заявление по собственному желанию. Вышестоящее руководство просьбу удовлетворило, оставив таким образом проблему без решения. Руководителю хозяйства неоднократно выдавались предписания, информационные письма, рекомендации по устранению нарушений. На ответственных должностных лиц составлялись административные материалы. Однако до настоящего времени уборка не проведена. Мое мнение, если хозяйству данный карьер не нужен, территория должна быть убрана, карьер рекультивирован. Всего в двух метрах, кстати, находится еще один участок земли, который используется неэффективно. Теперь уже сложно восстановить события, но похоже, что когда-то хозяйство привезло сюда удобрения и солому, о чем впоследствии благополучно забыло. Теперь на этой территории благополучно растут сорняки. Еще один пример того, что в плане наведения порядка на земле у нас еще не все благополучное – в коммунальном сельскохозяйственном предприятии «Малиновка Агра». По всем показателям, это действительно одно из лучших хозяйств Лоевского района. Однако нарушение природоохранного законодательства отмечается и здесь. В первую очередь речь идет об устройстве мест для мойки сельскохозяйственной техники. Эта проблема касается, я думаю, даже не только Гомельской области, а всей республики. Ситуация такая, что мойки были оборудованы во всех сельскохозяйственных организациях, но по каким-либо причинам они перестали эксплуатироваться, и техника моется непосредственно либо на прилегающей территории к хозяйству, либо на самом мехдворе, что приводит, естественно, к загрязнению территории. И еще один момент, что, в принципе, почти в каждом хозяйстве место определено для помывки, для мойки техники, но не оборудованы отстойники для очистки, для предварительной очистки стоков. И все эти смывные воды, загрязненные в том числе и нечистотами, они по рельефу стекают в ближайшие низины, где образуется зачастую скопление этих сточных вод, что приводит к загрязнению, естественно, окружающей среды. Согласно решению Гомельского облсполкома номер 840, от 22 сентября 2015 года до 1 октября года нынешнего, места для мойки сельхозтехники должны быть оборудованы во всех хозяйствах. При одном обязательном условии. Они должны соответствовать всем природоохранным требованиям. В данной воде будут и примеси нефтепродуктов, и возможны какие-то соли тяжелых металлов, пестициды, гербициды и непонятно что. Как ни крути, значит, данная вода может проникнуть и в грунтовые воды, и потом впоследствии попасть в систему питьевого водоснабжения, в колодцы и так далее. И существует не меньше опасность загрязнения земель данными веществами. Поэтому данные случаи будут пресечены, проведены соответствующие разбирательства, и виновные понесут ответственность. Такие моечные системы должны быть выведены из эксплуатации, либо доведены до тех требований, которые необходимы. Присмотрим законодательство. По факту данных нарушений, госсанадзорам регулярно применяются меры административного воздействия, как в порядке проверок, так и при мониторинге. Однако приходится констатировать, что зачастую руководителям организации проще оплатить штраф и не выполнять те требования, которые предъявляет госсанадзор. Еще один вопрос, постоянно поднимаемый при посещении сельхозпредприятий представителями санитарных органов – создание условий для работников. В КСУП «Малиновка-Агро» сегодня работают немногим более 200 человек. В эти дни многие из них на полях уже в 6 утра. Примерно с этого времени начинается заготовка трав. Примерно через 2 часа начинают проводиться работы по химической защите культур. Есть еще токари, слесари, сварщики, водители. Требования контролеров – необходимо создавать комнаты отдыха и приемы пищи. Если уже говорить о культуре производства, то поедание обеда в грязными руками где-то в неприспособленных для этого местах явно не показатель культуры производства. Да и помыться после работы с последующим переодеванием в чистую одежду никому не помешает. Немного обойдется в районе 20 миллионов, если закупить все там холодильники, микроволновки. Ну, чтобы можно было где-то и в холодильник положить, пиши, подогреть. Немного там мебель. Ну, надо делать это все для людей. Предприятие миллиаративных систем в Луевском районе сегодня единственное, к которому в плане реальной заботы о работниках у санитарной службы нет никаких замечаний. В эти дни здесь начинается новый полевой сезон. Необходимо активизировать работы по ремонту миллиаративных систем и реконструкции осушенных земель. Последних, кстати, в районе почти 13 тысяч гектаров. Все работы должны выполнить всего 60 сотрудников ПМС, а поэтому создать им условия не только для производственной деятельности, но и полноценного отдыха на предприятии считают нормой. У работников востребована комната для приема пищи, чтобы люди отдохнули, пообедали. Ну, как бы для отдыха условия для работников, это же как бы влияет на условия работы, на производительность. То есть если будем создавать хорошие условия для работников, то и отдача тогда будет соответствующая. В деревню Казимиров Калоевского района экологи приезжают, чтобы проконтролировать выполнение предписания о борьбе с борщевиком сосновского. Это тоже общереспубликанская проблема. По мнению ученых, сегодня это растение представляет серьезную опасность как для природных комплексов, так и для здоровья населения республики. При попадании сока борщевика на 80% кожи человека, особенно в солнечную погоду, шансы выжить минимальные. По действиям ультрафиолетового света он разлагается и вызывает ожоги, вплоть до третьей степени, первой, второй, третьей степени, в зависимости от того, сколько он будет на коже, и в какие количества, и сколько света попадет на его поток. А второе негативное его действие – это то, что он довольно агрессивный вид, и он вытесняет виды естественной флоры. В лесах, на хвалях, борщевики распространены в основном на открытых участках, и у нас сейчас они распространены именно так. То есть по берегам канав, особенно придорожные полосы широко освоены, бывшее сельхозпользование, которое не пашется регулярно, вот в таких местах. Там он создает активную конкуренцию естественной флоры, вытесняет все, затеняя и вытесняет абсолютно все. На территорию Беларуси борщевик Сосновского завезли как потенциальную кормовую культуру, однако позже эксперимент признали неудачным. Теперь с его последствиями борются всеми возможными способами. Место действительно проблемное для Лоевского района – это на территории Срадубского сельского совета населенный пункт Казимировка. Здесь площадь произрастания борщевика Сосновского большая. Одна из проблем его удаления – это труднодоступность. В итоге для того, чтобы его удалить, приходится приходить к ручному методу удаления. В итоге сельскому совету с этим справиться проблематично. Возможно, нужно привлекать даже, в мое мнение, волонтеров к удалению данного борщевика. Ну, а также к химическому способу. Где можно, мы просим хозяйство, хозяйство трактором скашивает. А где уже труднодоступные места, то просим неработающих граждан простыми косами скашивают. И скажу, что за последние шесть лет количество борщевика уменьшилось. Не допускаем до того, чтобы вырос до таких размеров, чтобы были семена. На выезде из Лоевского района в сторону Речицы нельзя не заметить Днепробрагинское водохранилище. Правда, далеко не все проезжающие знают о его проблемах. Работы по строительству водохранилища продолжались в течение двух пятилеток и были завершены в 1986 году. Это сооружение единственное по своей грандиозности в республике, а на просторах бывшего СССР таких насчитывалось всего три. При его строительстве были переселены две небольшие деревни и перенесены кладбища, которые оказались в зоне затопления. В свое время интерес к данному объекту имели и спецслужбы, и военные, использовавшие его в том числе для ориентации космических спутников. Местных жителей к этому месту не подпускали, так как объект имел стратегическое значение. Сейчас водохранилище предназначено для сугубо мирных целей – орошения сельскохозяйственных угодий. Однако то, что не имело значения во времена Советского Союза, стало большой проблемой сегодня. Дело в том, что перепад между поверхностью Днепра, откуда подается вода, и поверхностью водохранилища составляет 30 метров. Для того, чтобы закачать воду до прежнего уровня, сейчас необходимо не менее 10 миллиардов рублей. Пока же водохранилище мелеет, его объем сократился уже на треть. Предложение экологов – использовать данный объект исключительно как пруд для рыбоводства. Кстати, в начале 90-х здесь ежегодно вылавливали до 60 тонн рыбы. Арендатору, который будет использовать данный объект как пруд для рыбоводства, естественно, необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе земляные работы, возможность использования земснаряда, чтобы в том рельефе местности, который есть, сделать зимовальные ямы, пруды выросные и так далее. А освободившиеся эти земельные участки, которые уже в принципе не могут быть затоплены без принудительной искусственной закатки воды, можно использовать для строительства каких-то домиков рыбака, туристических комплексов и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова